В лесу под Бен Шеменом уже 18-й раз собрались отказники, узники Сиона. Точно так же, как много лет назад собирались в подмосковных хавражках. Правда, там они были окружены милицией и людьми в штатском. А сейчас в Израиле телекамерами и семьями с внуками Сабрами на опушке красивого леса. Здесь, в израильских хавражках, поставлен памятник ушедшим соратникам. Увы, идут годы, и скорбный список неумолимо растет. Только после прошлогодней встречи не стало Владимира Слепака, Марка Дымшица, Юлия Кошаровского, Владимира Престина. И это только самые известные. В этом году в центре внимания был почетный гость. Нет, не министр и не депутат Кнессета. Из США приехал знаменитый Владимир Янович Альбрах. Его книга «Как быть свидетелем» помогла десяткам, а может и сотням людей. По словам самого Владимира Яновича, плохой свидетель – это всегда будущее обвиняемое. В 79-м году, сразу после окончания недели еврита в Москве, меня, естественно, прямо с работы забрали на допрос в КГБ. И всячески пытались заставить наговорить на себя компромат. От большего количества вопросов я отбивался успешно, но в какой-то момент мне был задан такой вопрос, на который совершенно невозможно никак хорошо ответить, так чтобы не скромпрометировать ни себя, ни друзей. Я задумался, и потом вдруг мне пришла в голову совершенно неожиданная мысль. Я посмотрел в глаза следователя и сказал, зачем вы мне задаете этот вопрос? Он обалдел и говорит, как так зачем? Я говорю, ну вы же знаете, в книге Альбрехта этот вопрос описан, и описано, как на него отвечать. Вы же знаете, как я отвечу? Это был полный блеф. Следователь смутился и сказал, ну ладно, не надо отвечать. И таким образом я от него отбился. В обвинительном заключении против Владимира Яновича о его книге «Как быть свидетелем» сказано, нельзя не отметить некоторую тщательность литературной обработки рукописи, наличие моментов злобного цинизма и антисоветской сатиры, что делает рукопись еще более привлекательной для лиц, находящихся в длительных конфликтах с правоохранительными органами. Если вы знаете, что вас могут вызвать куда-то и о чем-то спросить, то вы как-то, соответственно, ведете себя. Это культура была, которая была создана в основном математиками и физиками, потому что логика была основным элементом их профессиональной культуры. Представьте себе беседу двух людей. Один говорит легко и свободно. Он сдержанно, но живо реагирует на то, на что хочет реагировать. Наконец, просто смеется. Другой внутренне скован. Его реакции смешны и наиграны. Он-то уж точно знает, что стены имеют уши. И потому боится. Боится собственной неумелости и косноязычия. Боится насмешек в свой адрес. Этот человек, не удивляйтесь, следователь. А вы? Вы тот первый. То, что я объяснял, некоторые понимали и считали это просто восхитительно. А некоторые просто не понимали. Вы понимаете, вот получалось так. Я шел на допрос и общался с человеком, который меня не понимает. Потом я приходил к отказникам, это рассказывал, и видел, что и там меня точно так же не понимают. Немало людей считали, что нельзя играть в игры с дьяволом. Единственный выход – отказ от дачи показаний. Сам Владимир Янович был убежден, что обвиняемый действительно уже ничего не мог сделать. Вас взяли, чтобы посадить. И, конечно же, посадят. Но вот от свидетеля очень много зависело. По словам Альбрехта, свидетель либо помогает, либо мешает арестовать следующего человека. У активистов еврейского движения, критиковавших книгу, были и другие аргументы. Вы же понимаете, были времена, когда одни хотели ехать, а другие считали, что это будет связано с большими неприятностями для тех, кто останется. Володя мне сказал так, я говорю, ну как уехать? Он говорит, напиши хорошее письмо. Я говорю, хорошее письмо и поможет? Говорит, не поможет, напишешь еще одно. Я говорю, а второе не поможет? Он говорит, напишешь столько, сколько надо. И что тогда? Это же будет диссертация. Он говорит, вот и получишь выездную визу вместо диссертации. Понимаете, это была культура особая. Культура поведения. Культура написания бумаг. Объяснительная записка. Такому-то, от такого-то, строго конфиденциально, как вы сами просили. Уважаемый Любим Иванович, из беседы с вами 17 октября я понял, что вы определенно имеете информацию о моей виновности. Непонятно только в чем. Действительно, некоторое время я занимался по системе йогов для улучшения здоровья. Не стану отрицать, что ходил в гости, но не более, чем к своим друзьям и знакомым. А потому не вижу в этом ничего предосудительного. Я не очень разбираюсь в законах, простите, но, по-видимому, ваши действия подпадают под статью под номером 200 Уголовного кодекса Российской Федерации Самоуправства. И еще статью номер 171 Уголовного кодекса. «Превышение власти или служебных полномочий». Это, вероятно, все, что я хотел объяснить, Любим Иванович, по вашей, в сущности, просьбе. Писем было много, десятки, может, сотни. Вот одно из писем, которое могло вообще серьезную роль сыграть в моей жизни. А поскольку я служил в ракетных войсках стратегического назначения и подавал, там, писал, расписку давал, на пять лет никуда не выезжать и хранить тайну, то я пять лет спокойно и прожил. А когда подал, то, в общем-то, как бы их отказ по режимным соображениям, в принципе, уже был, ну, фикцией, по сути. Таким образом, где-то еще года через два-три, где-то после семи-восьми лет, после окончания службы в армии, я пишу министру обороны. И я не прошу его выпустить. Вот в чем суть. Не надо просить тебя выпустить, надо писать о сути. Пишу я о том, что я служил в советской армии, что, будучи солдатом, я давал расписку не разглашать тайну и не покидать страну. В течение пяти лет. Пять лет прошло, прошло уже семь-восемь лет. И, поскольку я общаюсь с разными людьми, я встречаюсь с иностранцами, и я бы не хотел нарушать закон. И если, несмотря на то, что я давал подписку на пять лет, а какая-то информация является до сих пор секретной, то я убедительно прошу напомнить мне, что именно, поскольку я говорю обо всем. Компетентные органы. Такому-то, от такого-то, проживающего там-то. Чистосердечное раскаяние. Полагая долгое время, что каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их, в настоящем заявлении я чистосердечно раскаиваюсь в том, что считал бы это право, включая в свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений, свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Просидев полгода в Москве, без документов, без визии, то есть она была, но у меня ее забрали. Забрали за то, что я проводил, как они сказали, сионистскую пропаганду среди евреев, отъезжающих в государство Израиль. То есть я разговаривал с американцами. И через полгода я с другом, мы сели и написали письмо, вспомнив, что Володя учил этому. Я написал письмо в ЦК КПСС, где изложил всю свою историю и потребовал встречи с ними. Вот. И приехал туда, в приемную. И в этой приемной меня послали в комнату номер 4. Я поправил галстук, расправил плечи и вошел туда. Я нашел себя там в маленькой конуре. Чуть-чуть-чуть, я не знаю, ну, размером с переговорной будкой на телеграфе, когда это было раньше прежде, на телефоне междугороднем. И там лежал только телефон, больше ничего. Ничего не понимаю. Наконец раздался телефонный звонок, и мне позвонили. Мне позвонили и спросили, что вам нужно. Очень вешливо. Мне сказали, что вам надо было бы идти к Зотову, а не к нам, на самом деле. Я понял, что нужно идти к Зотову. Это начальник АВИРа Всесоюз-2. Я к нему ходил три раза. Три раза он говорил, что он будет разбираться. И три раза был один и тот же ответ. Мы разбираемся. Тогда я сказал, отдайте мне письмо, это я снова вернусь в ЦК. Я говорю, у них, очевидно, больше времени, чем у вас. Они не так заняты, как вы. Поэтому я вернусь к ним. Они меня сразу приняли. И сразу объяснили, что нужно делать. А у вас нет времени, очевидно, этим заниматься. Он сказал, подождите меня две минуты за дверью. Я подождал через две минуты. Он вышел через две минуты, буквально, может быть, меньше. И говорит, кто здесь Мельштейн? Я говорю, а тут никого больше нет. Он говорит, вы что тут делаете? Идите в АВИР и заберите свою визу. Вас ждет уже полгода. В АВИР меня не вызывали. Меня вызвали в военкомат. Я получил повестку на переподготовку. Только этого мне не хватало. Прихожу в военкомат. Там какой-то сержант. Вот, бери вещи, подписывай бумаги. Я говорю, не могу. Как не можешь? Почему не можешь? Я говорю, я гражданин Израиля. Как гражданин Израиля? Он долго не разговаривал. Он сразу испугался и отправил меня к военкому. Там был полковник. Он, значит, говорит, мол, вы о чем говорите? Вот у вас переподготовка так положена. Мы на основании закона. Я говорю, закон с законом, но я как гражданин Израиля. Как гражданин Израиля? Я говорю, ну я вот уже давно подал. У меня там мать, у меня там дочь. И вообще я чувствую себя израильтянином. Говорит, ну это не имеет значения, как вы себя чувствуете. Я говорю, имеет значение. И тут опять повторяю, идея не моя, идея Альбрехта. Я говорю, а вы помните, как звучит закон? Он говорит, как звучит закон? Служба в рядах советской армии – это священный долг и почетная обязанность. Я говорю, для меня он не может быть священным и не может быть почетным. И я говорю, если вы меня силой пытаетесь туда привезти, то вы тем самым оскорбляете чувства всех остальных, для кого он почетный долг и священная обязанность. Повторяю, идея была Альбрехта, очень многие пользовались. Но кому-то помогало, а кому-то нет. Очень многих посадили на год за отказ службы в армии. Я удивляюсь, почему они не могут всех нас разом уничтожить. Спросила моя приятельница, которая прочла все это. Я тоже этого не знаю. То, что я остался цел, здоров и невредим, тут где-то некое сочетание. Может быть, где-то моя наивность, плюс, несомненно, Всевышний, за что я ему очень признателен. Понимаешь, мы, сама природа нам помогла.